В Одессе 8 вечера вы смотрите новости на седьмом канале. В студии Игорь Буренко и вся команда седьмого канала подводит информационные итоги дня. Вот что вы увидите сегодня. Каждый пятый ребенок в Украине подвергался насилию. Такую статистику озвучили на украинско-чешском форуме «Детство без насилия». Нужно поднять информационную волну в обществе. Все начинается с общества. Одесский аэропорт принял своего миллионного пассажира в этом году. Это впервые, когда миллионным пассажиром стал пассажир из Казахстана. В этом году радиостанции Одесской области 86% эфира говорили на украинском языке. Одесская область додала на 6% песен украинской мовы порівняно с минулым роком. Из-за потопления рельсового полотна временно остановлено движение трамвая номер 20. Как сообщили в Горэлектротрансе, вместо вагонов на линии работает автобус. Также из-за дождя подтоплены некоторые одесские улицы. Соответствующее видео горожане выкладывают в соцсетях. На Приморской в районе порта из люков традиционно бьют фонтаны. А на Горбатом мосту водитель Деоланос не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел в кювет. Одессу посетила экс-президент Франции Николя Саркози. Совместное фото с политиком в Фейсбуке разместила одесситка Екатерина Михейцева. По ее словам, Саркози побывал в Музее Западного и Восточного Искусства. Там он ознакомился с экспозицией, отметил хороший уровень коллекции и покинул музей в отличном настроении. Как стало известно, позже французский политик принял участие в Черноморском саммите, прошедшем в Одессе. Активисты требуют вмешательства прокуратуры в расследование дела по нападению на директора нацпарка Тузловские лиманы. Напомню, Ивана Русева избили 31 августа. Тогда он пытался остановить незаконную охоту в парке. У Русева отобрали планшет с видеоматериалами и побили. Активисты просят переквалифицировать дело и предоставить ему охрану. Иван Русев исполнял свои прямые служебные обязанности, находился на территории Национального природного парка и вел проверку документов. В данном случае это были охотники. И на него напали сзади. Судя по всему, ударили прикладом. При этом серьезно повредив ему ребра, три ребра сломано, пять переломов. С 2016 года в полицию написали около 60 заявлений по поводу событий в Национальном природном парке Тузловские лиманы. Активисты требуют рассмотрения всех этих дел в течение месяца. Ни одна справа не дійшла до суду. И люди, которые там проживают, и браконьеры, и порушники земельного законодавства, и порушники законодавства про природно-заповедный фонд, они не відчувают принципу невидворотности покарания. Они понимают, что никто не будет заниматься их делами, никто не будет их притягать до ответственности. И с каждым днем, с каждым роком порушники становятся все больше грубейшими, все больше тяжкими. Утренний конфликт на Авидеопольской дороге. Девушку с ребенком на кроссовере «Ниссан Жук» в районе аэропорта подрезал водитель такси на евро-номерах. Оба авто двигались в направлении седьмого километра. Доехали до светофора возле магазина мебели. И открыла окно и сказала, что у меня в машине ребенок, зачем вы такое делаете? На что он мне натыкал нецензурные выражения пальцами и поехали дальше. Однако на этом конфликт не исчерпал себя у въезда на мост. По словам водителя девушки, таксист прижал белый кроссовер к обочине и напал на девушку. Человек с матами, то есть нецензурой полной, начинает с бранию всякое, начинает потянуть ко мне руки. Ударил один раз в области лица, удар пришелся. Я начала, выставила руки вперед, учитывая, что я ростом где-то него. То есть он больше дотянуться не мог до меня. И он начал бить меня, ударил ногой. Есть ли пострадавшие и как развивались события дальше, вы узнаете в эту субботу в 19.20 в программе «Дорожные хроники». Каждый пятый ребенок в Украине подвергался насилию. Такую неутешительную статистику озвучили представители правоохранительных органов на украинско-чешском форуме «Детство без насилия». Для решения проблемы о ней нужно заявлять широкой общественности, выстраивать корректную работу сотрудников социальных служб и полиции, а также перенимать опыт иностранных коллег. «Каждый шестой ребенок не знает о своих правах. И каждый пятый ребенок в Украине подвергался насилию. Нужно поднять информационную волну в обществе. Все начинается с общества. Сначала мы работаем с обществом. И параллельно мы также пытаемся создать коммуникацию между всеми службами. Потому что, как правило, каждый из них нарекает на работу других органов». Представители правоохранительных органов Чехии предложили украинским коллегам перенять некоторые методы работы с детьми. В частности, так называемый «допрос жертв насилия». «Мы представляем методы работы с документацией уголовных процессов и метод работы с жертвами. В Чехии этому посвящен отдельный закон. Работа с такими детьми проводится в специальных комнатах для разговоров. И работают с ними всегда школьные психологи-специалисты. Мы записываем аудиоразговоры, которые потом можно использовать в судах». «У нас есть свои методы. При допросе дети показывают на специальных куклах, как с ними обращались взрослые». Подтягивания и стрельба из автомата. Сегодня бойцы Национальной гвардии соревновались в силе и меткости. Некоторым даже удалось установить новый рекорд. Все подробности у Александра Тарасенко. Второй день соревнований среди нацгвардейцев прошел в Полиево Одесской области. Бойцы соревновались в подтягиваниях и стрельбе из автомата Калашникова на 100 метров. Александр на застязаниях уже во второй раз. В прошлом году в общем командном зачете занял восьмое место. К этим соревнованиям целенаправленно готовился две недели. А вот Дмитрий – новый рекордсмен. Он подтянулся 44 раза на одно повторение больше прошлого рекорда. Парень говорит, его максимум на подобных соревнованиях – 52 подтягивания. В этот раз помешали волнение и строгость судей. Соревнования подобного формата также проходят среди допризывников и гражданских. На данном этапе я скажу, что Федерация военно-спортивного бата-борс проводит соревнования чемпионата Украины среди цивильных. А мы уже, как военно-подраздел, национальная гвардия, приняли решение культовать его среди военнослужащих. Поэтому проходят соревнования среди цивильного населения данного масштаба. Завтра бойцы будут упражняться в прохождении полосы препятствий, метаний и гранат. Александр Тарасенко, Евгений Руденко, 7 канал. Одесский аэропорт принял своего миллионного пассажира в 2018 году. По этому случаю рельс и рейс встречали залпом из пожарных машин, а у трапа расстелили ковровую дорожку. Счастливчиком оказался транзитник из Астаны, прибывший в Одессу сегодня утром. Следующий рейс у нашего юбилейного гостя будет бесплатным. Ну а в холле нового терминала его встречали с шампанским и тортом, чтобы подсластить утомительный перелет. Слышная неожиданность. Какие впечатления? Приятные подарки, в общем, что-то вам? Да, конечно, но почему же нет? Любые подарки приятные. Замечательно. Почаще. Торжественно встречать миллионных пассажиров – это мировая практика. Отмечу, что в прошлом году такое количество людей Одесский аэропорт обслужил к концу октября. Это впервые, когда миллионным пассажиром стал пассажир из Казахстана. Мы подарили ему набор для путешествий, возможность чаще посещать наши самолеты, становиться гостем и пассажиром наших самолетов. Мы подарили сертификат на следующую покупку. Радиостанции Одесской области. 86% эфира говорили на украинском языке, а количество украиноязычных песен было на уровне 43% от общего числа. Такие результаты радийного мониторинга по языковым квотам за первое полугодие. Одесская область додала на 6% песен украинской мовы, сравненную с прошлым годом. То есть, конечно, можно больше, но важно то, что есть позитивная динамика. На 5%, то есть до 86% взросла часть песен, часть введения передач в Одесский область. В целом же по Украине радиовещатели перевыполняют квоты на украиноязычные передачи более чем на 30%. Та же ситуация и с песнями на украинском. Они в эфире звучат чаще на 24% от законодательного минимума. За несоблюдение квот в этом году Нацсовет оштрафовал 3 радиостанции на 371 тысячу гривен. На 9 этаж пешком в доме номер 2 по улице Святослава Рихтера около месяца не работает лифт. Кто-то периодически ворует тормозную катушку, а ЖЭК не особо спешит решать проблему. Большой спрос на катушки не только в этом доме, а и по всему району, отмечают местные. Все подробности смотрите далее в сюжете. Пенсионеры, люди с инвалидностью и просто жители верхних этажей вынуждены пешком подниматься до своих квартир в 9-ти этажке на Святослава Рихтера, бывшая Щерса. Здесь в многоэтажке по улице Щерса уже около месяца не работает лифт. Сложнее всего, конечно же, приходится жителям последних этажей. Смотрите, бабушка наша тоже, она с 4-го этажа. Два человека у нас колясочника. А вы с какого этажа? А я с 7-го. Вот ходим в базар с сумками, тащим. Сегодня вот на 7-м мой сосед еле дошел. Местные жители говорят, в их доме периодически воруют тормозные катушки. В 3-й парадной чаще всего. В 3-й или 4-й раз крадут катушку с лифтовой. Только поставили в последний раз. Через неделю украли. Там ЖЭК что-то приваривал. Короче, там ударили, то ли ногой отогнули, катушку забрали. Каждый раз вход закрывают ненадежно. И воры опять ломают лифт. Причем это проблема не одного дома. Они где-то по чердакам или оттуда сюда ходят по чердакам и пробуют. Они же знают, где, что, как говорится, еле дышат. Вот тоже по районам тоже вот так. Воруют катушку, да? Вот тогда в 6-й парадной чаще и тут не работал тоже. Противодействие ворам оказывают своими силами. Сами привозят материалы, чтобы прочно закрыть лифтовую. Свой металл. Как бы у нас был дома, допустим, у родственников. Мы взяли и все это привезли и вот сделали. Кирпич свой. ЖЭК нам только пришел, заварил. Жители дома также жалуются, что их ЖКС в принципе принимает мало участия в обслуживании дома. ЖЭК вообще не участвовал. Я не вижу, чтобы что-то было тут убрано или что-то ремонтировалось. Сколько раз пенсионеры живут, тут инвалиды живут, пенсионеры, и выехать на лифте не могут. Все мучаются. Постоянно выдать еще, посмотрите, какие сырые стены. Ну, потопы. И все, та же самая территория также убирается. Нам удалось связаться с техническим отделом 6-го участка коммунального предприятия ЖКС Черемушки. Лифт простой 17.08.2018 украли тормозную катушку. Мы предоставили карту, они приехали устанавливать. Она оказалась пробитая и плохо было закрыто. Потом проводили работу опять по укреплению, опять переваривали все. Опять привезли другую катушку. Другая катушка не подходила по размеру. Сейчас кинули счет, завтра приведут катушку. Мы надеемся, что уже завтра будет катушка. Жители дома также надеются, что лифт скоро заработает и на этот раз вход в лифтовую заварят покрепче. Александр Кац, Алексей Селезнев, 7 канал. Конфликт из-за рекламной конструкции на Прохоровской. Там местные жители не дали установить щит, угрожая перекрыть дорогу в случае невыполнения их требований. Чем закончилось дело, смотрите далее в сюжете. Очередной рекламный щит должен был появиться на улице Прохоровской. Но местные жители вызвали полицию и требуют, чтобы техника уехала. В противном случае грозят перекрыть дорогу. Согласованиями от исполнительного комитета горсовета. Вот визуализация, как будет выглядеть этот щит. Вот наши согласования. Пожалуйста, ГАИ, художник, горсвет. Представители компании, которая хотела установить щит, уверяют, все документы у них есть. Местные жители не верят и просят время, чтобы проверить разрешение. Мы все возмущаемся, тут и дети ходят. Мало ли что, его могут плохо установить. Упадет, будет несчастный случай. Для рекламы, видно, сейчас будет предвыборная кампания. Может быть, рекламировать этих депутатов. Больше трех часов полиция старалась урегулировать конфликт. И им удалось убедить жильцов, что перекрытие дороги ни к чему не приведет. На встречу пошла и вторая сторона. Она дала неделю для того, чтобы жители проверили все документы. Пять рабочих дней до среды, на то, чтобы вы смогли, имели законное основание проверить нашу подлинность документов. И что никоим образом этот бигборд не будет угрожать состоянию дома, деревьев и так далее. Что у нас есть все необходимые основания и согласования с инстанциями. Морская вода в Одессе соответствует нормам. На городских пляжах отобрали 60 проб для определения микробиологических показателей. Все они соответствуют нормативным требованиям. Также в рамках нормы и питьевая вода в Одессе. Во время мониторинга отобрали 11 проб на санитарно-микробиологические и 9 на санитарно-химические показатели. Патологий не выявили. Одесса уже в эти выходные примет один из этапов международных соревнований по плаванию на открытой воде «Оушенмен-2018». Сегодня последний день регистрации. Своё участие уже подтвердили около 780 спортсменов из 8 стран мира. Они поплывут в море на дистанции от 2 до 10 километров. Также организаторы планируют сделать благотворительный заплыв на километр и эстафету 3 по 500 метров. Впервые в истории соревнований «Оушенмен» пройдет детский заплыв на полкилометра. «Если будет что-то большая волна, мы сможем чуть-чуть изменить дистанцию, расставить по другому пути, для того, чтобы обезопасить полностью наших участников. Даже с 10 километров мы имеем право захватить пистанцию до 7,5 километра. Главное, чтобы у нас все провели и все прочее. Спортивный лагерь начнет свою работу вечером в пятницу, 7 сентября. Ну а уже в субботу в 8.30 на пляже Лонжерон стартует первый заплыв. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Я напомню, что следить за новостями седьмого канала всегда можно на официальном сайте и в социальных сетях. Ну а если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам в редакцию. Телефон 726-3226. Оставайтесь с нами. Это наш город, ваш седьмой телеканал.